Сейчас восстановится звук, по крайней мере у нас индикатор восстановился, да? Я говорю, если в квартире, вместо квартиры здесь рассматривался бы раздел бизнеса, который делить нецелесообразно, в этом случае, наверное, медиатору надо убеждать все стороны в том, как совместно этот бизнес направлять с тем, чтобы ни у кого не было обид, и чтобы, как я понимал, выигрыш от этой ситуации. Почему-то не был задан вопрос, а как делится арендная плата? Почему Сергей не получает, как собственник, четверть причитающейся ему арендной платы? Ну, в случае бизнеса, почему не получает дивиденды, да, например? Почему его обижают? Примерно... Такой вопрос был, он задавал. На предварительной встрече... Я спрашивал, тетя сказала, что все бедности достается, а кое-что идет к тебе, ну... Да-да-да, нормально, я работаю. Вопрос был, да. Может быть, мне, конечно, показалось. Нет, на самом деле это был вопрос на предварительной встрече, не находим эти акции, но его можно было вывести, кстати, вот, медиатору. Я соглашусь с Сергеем, знаете, почему-то... Потому что мы же, когда говорим о суде, вот решение суда, это не значит, что восстановится отношение, да? Ухудшится отношение. Да, могут ухудшить отношение. А вот задача им-то медиации улучшить или восстановить, или хотя бы вот какое-то равновесие, особенно вот в этих семейных конфликтах, устроить. Да, хотя бы. И вот с этой точки зрения с Сергеем соглашаюсь про то, что я бы выделила отдельно встречу отца и сына, и я бы еще подумала, либо это встреча с тройкой, либо, может быть, даже лучше было бы встреча сына и тети. Тетя играет слишком большую роль во всех этих отношениях, чтобы ее игнорировать. Если ее будут игнорировать, она будет больше упираться. А вот выяснить... Вот припятели. Да, а вот выяснить отношения, вот эти вот претензии между ними, вот можно было бы... Это было бы классно, и продолжалось бы развитие отношений. Диалог бы между ними продолжался. То есть жесткий, неприятный, но он бы был. Да, кстати, и можно было бы изящно решить, Вадим Михайлович, проблему участников за столом этой медиации. Помните, как вы сказали, я не хочу видеть кого-то за столом, хотя немножко такое высказывание некорректно. Вы бы сказали, я хочу пригласить на кокос тетю Сергея, хочу пригласить на кокос. У вас есть такое право. А с тем, чтобы ставить под сомнение полномочия адвоката присутствовать на медиации или родственницы, это некрасиво, да? Все-таки нам... Считаем, что раз люди пришли, полномочия у них есть. Они так думают, участники думают. На кокос их пригласить можно. Ну что, большое спасибо всем за участие у нас, потому что занятия несколько раздельлись. Я медиаторам выражаю глубокую благодарность, потому что было настолько интересно, и возникло еще много собственных мыслей. Которые мы продолжим. Да, которые продолжим. В следующий четверг в то же время. Большое спасибо.